На сегодня на путепроводе старые опоры разобраны, началось обустройство буронабивных свай. Строительство, говорят специалисты, идет в запланированные сроки. И темпы не должны снизиться и с наступлением холодов. Низкая температура, подчеркивает подрядчик, не отразится ни на работе техники, ни на применяемых строительных материалах. Разве что дополнительного прогрева потребует бетон. При наступлении среднесуточных температур ниже 5 градусов, дополнительные мероприятия начинают применяться по обогреву бетона. То есть устройство тепляков, обогрев тепловыми пушками, либо нагревающими кабелями. Ну вот это доп. мероприятие. А все остальное, в принципе, технология работала никаким образом от того теплонового целехлодного не меняется. Чтобы строители могли работать и в темное время суток, бригады выходят на объект посменно. Подрядчик установил дополнительное освещение под мостом. Освещается теперь и пешеходный переход между двумя трамвайными кольцами. Заказчикам администрации Барнаула в лице Гурсвета смонтированы 6 новых опор освещения. От торгового центра «Пионер» до улицы Кулагина. Это 14 современных светодиодных светильников. Сейчас весь маршрут пешехода в связи с тем, что у нас уже темнеет намного раньше. Наступает у нас осенний период, впереди зимний период. Поэтому весь участок движения пешеходов сейчас у нас обеспечен, так скажем, линиями наружного освещения и безопасен для прохода. Фонари установили накануне. Их будут ежедневно включать с наступлением в сумерек. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова